Добрый вечер, в эфире «Главное». Сегодня у нас было развитие событий, которые начались вчера по поводу закона о прокуратуре. Фракция социалистов в парламенте выдвинула фото в недоверие правительству Майя Санду. Именно, я думаю, из-за этого закона о прокуратуре. О том, есть ли у нас еще коалиция правящая, сохранится ли она, и есть ли еще возможность избежать отставки правительства, мы будем говорить с моими гостями в студии. Сегодня мое приглашение приняли вице-спикер парламента, председатель фракции АКУМА, платформа «Да», Александр Слуцкий, добрый вечер, господин Слуцкий. Добрый вечер. И депутат парламента от партии социалистов Григорий Новак, добрый вечер, господин Новак. Добрый вечер. Рада вас приветствовать в своей студии и надеюсь на конструктивный диалог сегодня. Может быть, у вас не очень получился конструктивный диалог в парламенте, я надеюсь, здесь мы найдем несколько ответов. Первый вопрос, наверное, будет самый простой и самый логичный, он на поверхности. Можем ли мы говорить о том, что коалиции больше нет после того, как господин Боля порвал демонстративно на брифинге договор, политическое соглашение между блоком АКУМА партии социалистов? Или на сегодняшний день коалиция еще есть, и этот ответ на этот вопрос будет известен в понедельник. Господин Слуцкий. Отдельные депутаты от партии социалистов, но любят они рвать что-то обязательно. Я сбрасываю это, отношу это на эмоции господина Боли. Он самый эмоциональный был сегодня на всех совещаниях, на всех заседаниях, которые мы имели. Если говорить формально, до момента вынесения в отума недоверия, коалиция существует. Не коалиция, а большинство, называйте как угодно, но не было никакого решения об отзыве, подписи. Не было, ну, порвал все-таки, Боля не подписывал этот альянс, это соглашение. Я не видел, чтобы Чабан или Гречаная порвали это соглашение. Будем подождать, посмотрим, если социалисты проголосуют за отставку правительства, ну, какое же это большинство тогда. Понятно. Господин Новак, ну вы-то находились в этот момент на трибуне рядом с господином Болей. Вы видели, как это все происходило. Вы фигурально или в прямом смысле разорвали договор, политическое соглашение, на котором, кстати, вы настаивали и не один месяц? Наверное, вы запомнили только этот момент. Нет, я хочу с этого начать и понять, что логика кова. Вы сказали, в каком контексте это было сделано. Господин Болей сказал, что вот, что сделала госпожа Санду. То есть, с намеком, чтобы порвала этот договор, то есть, поставила крест. И демонстративно это, то есть, демонстрация это была, что она сделала, а не что он делает. Можете переслушать, 10 раз то же самое услышите, потому что я был рядом. В этом контексте было сказано, а не то, что Болей выходит с инициативы порвать этот договор. Потому что он рассказал хронологически, что было, что случилось. Сделал ссылку на это соглашение, что мы выполнили пункты соглашения, конкретно о реформе юстиции и прочел там. Это все было понятно. Вы мне ответите, есть коалиция сейчас? Официально да. Официально да? Да. И вы, будучи членами одной коалиции, выдвигаете вотум недоверия правительства, за которое вы, будучи в одной коалиции, голосовали. Совершенно верно. То есть, партия социалистов не устраивает, как работает эта коалиция и то правительство, за которое она голосовала. В том числе. Но больше всего мы сделали ссылку, в первую очередь, на нарушение отдельного пункта соглашения. И мы привели кучу аргументов, почему мы против этого. Первый момент. Потому что это противоречит Конституции. Второй момент. Мы, социалисты, никогда не отказывались голосовать за определенные законопроекты, которые реформируют юстицию. Я вот, господин Сусор, у нас была встреча сегодня с госпожой Санду. Я вот тоже задал этот же вопрос. Сколько законопроектов предложил Минюст, и мы не поддержали. Ответ простой. Минюст вышел с одной законодательной инициативы, и мы проголосовали за нее. Поддержали. То есть, объективных причин пойти этим путем, который решила госпожа Санду, не было. И мы сегодня опять же повторили. Госпожа Санду, вся наша фракция, 36 депутатов, на сегодняшний день поддерживает правительство Майя Санду и готова голосовать за реформу юстиции, готова поддержать вас в реформе юстиции, даже помогать в этом, если необходимо. Но мы должны пойти естественным, нормальным, законным путем. Единственное наше условие. Вот то, что нас беспокоит. Насколько я понимаю, в законодательстве есть такое предусмотренное, когда правительство берет на себя ответственность. Есть такая процедура, то есть нарушения законодательства в самом факте принятия правительством нет. В каких случаях? Когда нет нормального, рабочего, уверенного большинства в парламенте. Но оно и есть. Это не указывается в Конституции? Или я не правду? Это в... Как его... Там не ограничивается, договорились в блоке или не договорились. В тюрьме искусственных... Решение Конституционного суда. Решение Конституционного суда. Потому что законы не предусматривает, или даже Конституция не предусматривает все случаи политических. Там сложная интерпретация Александра Атанасия, который... Он написал вторую Конституцию своими решениями. Ну, к тому, что... Абсолютно, вы правы, она не предусматривает. Не предусматривает. Но на сегодняшний день... То есть, давайте... Нет, давайте говорить... Нету какого-то чрезвычайного положения. Согласна, но господин Новак, у нас есть, кто бы мне что ни говорил, Конституция Республики Молдова. Потому что у нас Конституционный суд тоже очень интересный уже суд такой. Потому что он принимает решения, потом отменяет, потом пересматривает те же самые решения, потом спустя... Сколько прошло? 16 лет меняет обратно Конституцию, возвращает другую форму избрания. То есть, это у нас тоже творчески. У нас все государственные институты довольно творчески подходят к своей работе. Поэтому, если есть Конституция без дополнительных толкований, и в ней не указано, что не имеет права, а указано, что имеет право, а у парламента есть три дня, то вот мы из этого исходим. Теперь, господин Сусарь, к вам вопрос. Почему вы, если до сих пор поддерживались социалистами все инициативы, почему правительство и представители блока КОМ не вышли к социалистам и не сказали, слушайте, не получается у нас конкурсами. Мы вам доверяем, вы нам доверяете. Давайте мы внесем еще и вот эту поправочку быстро и начнем менять. Потому что ничего не можем изменить без реформы юстиции. Обо всем по порядку. Если я имею какую-то критику к этому решению правительства Санду, то я очень сожалею, что мы потеряли 4 с чем-то месяца. 8 июня, когда мы взяли на себя ответственность за власть, мы приняли декларацию о захваченном государстве. Ее долго продвигала платформа, и мы эту декларацию почти в такой редакции проголосовали. Я очень часто, я и сегодня написал, я не очень понимаю, зачем мы ее приняли. Вот я через 4 месяца наконец-то, наконец-то я увидел какое-то движение. Пусть и по форме здесь есть вопросы. Но самое главное, мы тогда предложили, приняли эту декларацию, давайте идем по этой декларации. Нельзя идти конкурсами, нельзя идти в захваченном государстве по этой линии, когда все захвачено, когда институты нефункциональны, а мы идем и пытаемся с рогаткой против танка. А мы что говорили изначально? Послушай, в чем тогда претензия у вас? Сейчас мы дойдем до этого. И мы сказали тогда, давайте идем по специальным заказам. На несколько месяцев парламент получит специальные полномочия. Мы не отрицаем, мы не идем по беспределу, но на несколько месяцев, наведем порядок, очистим, потом вернемся к привычному законодательству. Иначе не получится. Не пошли по этому пути. Не пошли. Почему не пошли? Это второй вопрос. Но мы не пошли. Потеряли 4 месяца. И вот были конкурсы. Все конкурсы, которые мы провели, все эти конкурсы заканчивались неудачей. Гражданское общество, и общество вообще не понимало, как. Это правильно, потому что ты идешь с обычным механизмом, а там сидят те же люди, там сидят те же интересы. К сожалению, в некоторых из этих конкурсов, в некоторых из этих конкурсах, если мы посмотрим, как был этот пунктаж, я не хочу винить всю партию социалистов. Опять же, я сегодня говорил об этом. И говорил и президенту Дадону. Мы можем поговорить о том, какая у нас была дискуссия. Я сказал, что с очень большим количеством коллег ваших мы в прекрасных отношениях, в прекрасных рабочих отношениях. Мы сотрудничаем, мы находим общий язык. Но вот эта вот ситуация, когда во всех конкурсах, по какому-то странному истечению обстоятельств, всегда побеждают кандидаты социалистов. И мы видим, как ставится одинаковый пунктаж по ЧНА. Мы видели... Секундочку, а что вы имеете в виду кандидат социалистов? Кандидаты, которые поддерживают... Ну что, без коррупции мы что, будем ходить и говорить, что Флотча это не был представитель? И главное, даже не столько кандидатов. Гриша, я тебя не перебываю. Вот, Александр, пару секунд, и вы продолжите эту мысль. Так я знаю, что и пару секунд. Чтобы вы знали, ваш коллега по фракции и по партии дал больше баллов, чем мы. Я смотрела ваш пунктаж, там демократы подыгрывают. Центр по борьбе с коррупцией. Я не исключаю, что он подготовленный профессионал, поэтому и набрал такое количество баллов. Я не спорю. Мы тогда еще сказали, он бы и так выиграл. Зачем нужно было 4 человека ставить 0 всем остальным? Там я видел, Кристине Цернин 0 поставили. И 4 человека ставили самый большой пунктаж в Лочи. Мы тогда сказали, ребята, остановитесь. Прошло какое-то время. Вот прошел еще один конкурс. Мы увидели этот пунктаж. И я еще раз говорю, уши там торчат не столько партии социалистов, сколько Игоря Николаевича Додона. И когда мы пришли к этой, когда правительство увидело то, что происходит, стало наконец-то окончательно ясно, и для тех, кто это не понимал с самого начала, что идея конкурса неправильна. И что должно быть взятие на себя ответственности. Раз нас выбрали, раз нам доверили граждане, мы должны были брать на себя ответственность. И заканчиваю здесь. Хорошо, я допускаю, ваш вопрос правильный, вот почему так не обратились. Я допускаю, что по форме где-то, может быть, было неправильно. Сегодня мы на встрече с господином Додоном сказали, хорошо, Игорь Николаевич, допустим, вам обидно, что не позвонили, что не сказали, что вот есть такая ситуация. Давайте отыграем эту ситуацию. Сейчас вот этот закон рассматриваем. Там, если вы хотите где-то запятую, точку посмотреть, что там, какие-то моменты, нюансы технические, юридические, голосуем его до конца дня в двух чтениях, мы извиняемся перед вами, может быть, за не очень изящную форму, но по сути голосуем этот закон. Закрыли тему. Он сказал, я подумаю, ушел, и через два часа вы видели, что произошло. Но до этого было несколько выходов заявлений партии социалистов, и Игорь Николаевич выходил, и вы выходили. Самая главная была дискуссия вот с ним, когда он вышел, сказал, что появился третий сценарий. Да, он появился третий сценарий. Потом мы вышли, сказали, вот что мы предложили. Когда мы ему озвучили этот сценарий, он сказал, он нас услышал, он подумает, ушел. Мы сказали, если мы по форме где-то ошиблись, давайте по содержанию пойдем. Когда появилось заявление посольства Соединенных Штатов Америки, как-то все выдохнули, решили, что вы договорились, и что сегодня не будет вотума, и будет в парламенте это рассматриваться. Но тут выходит, начинается заседание, выходит господин Боли и зачитывает, вот он, недоверие. И вот тут, конечно, не хочется говорить про попкорн, но стало совсем интересно, знаете. Господин Новак, скажите мне, вас обеспокоило именно то, в какой форме это было сделано, или вас гораздо больше беспокоит содержание закона, внесенные изменения, с которыми вы не согласны? Сейчас отвечу обязательно на этот вопрос, но чуть хочу вернуться назад, потому что господин Сусарь чуть-чуть лукавит. Мы когда говорили, что есть риски того, что в этих конкурсах выиграют те, которые общество не хочет видеть, нас не слышали, вообще не слышали. Вот мы вас услышали. И мы предупреждали, что будет сложно в том числе и обществу объяснить, почему отменили собственный же конкурс. Начиная с конституционного суда. Начиная с конституционного суда. Теперь, даже по конституционному суду. А чья была инициатива? По конституционному суду? Политическая ответственность? Да. Да, мы в том числе это предложили. Там, где мы шли по ответственности политической, теперь более не работает. Там, где мы шли по ответственности. Теперь, послушайте, самое смешное то, что за те, которые выиграли в конкурсе в конституционном суде, и господин Литвиненко, и Дину Плынгу дали больше баллов, чем мы. А вы знаете, у меня нет претензий господина Ишана. Или мне очень жаль, что с ним так обошлись? Нет, у меня тоже нет претензий. Но претензий было у них. Мы когда начался этот сыр бор. Это-то нас осмутило, что у вас нет претензий. Я говорю, уважаемые, вот смотрите, вы дали больше баллов, чем мы, и вы одновременно возмущаетесь, что они выиграли. С национальным антикоррупционным центром то же самое. Не, ну там... Ну ладно. Что? Мы же смотрели ту разбаловку. Там и демократы помогали. Секундочку. Давайте еще раз. Вернемся... Да, давайте, потому что это принципиально, потому что это имеет связь с прокуратурой. То же самое. Мы все, вот когда завершился конкурс, мы все поняли, что да, действительно, тот, который выиграл, он лучше всех. По Кристине Церне, вы знаете, она даже не соизволила показать... Все пришли с пауэрпоинтами, программы. Она говорит, ну вы знаете мою программу. Единственное, что мне пришло в голову, я говорю, ну да, то, что я знаю, знаешь, она работала при правительстве Плохотнюка. Да, и при этом... У меня не очень хорошее мнение про Кристину Церну, но ставить ей ноль... И по прокуратуре, вот этот последний конкурс, если посмотреть... Вы смотрели эти пункты? Я вчера у Наташи вот... Я посмотрела раньше. Ниже, я доказал, как она нескольких просто угробила своей ценой. Все дали больше. Но госпожа Астамати угробила их. Она угробила их. То же самое и по другим кандидатам. И господин Бобу кое-кого угробил. Ну да. Это кто-то... Господин слушатель, не знаю, если вы участвовали в качестве члена комиссии при каком-то конкурсе. Я не знаю просто. Слава богу, нет. Но я вам хочу объяснить одну простую вещь. Есть баллы, которые ты никак не можешь не дать. Или наоборот дать меньше или больше. К примеру, образование. Если высшее образование, к примеру, 2 балла. Если степень доктора 3 балла. Там никак не... Есть, нету. В общем, я поняла. Я в ваших конкурсах участвовать не буду никогда. Правильно. И аннулировать собственный конкурс... Мы по прокуратуре тогда сказали, уважаемые, когда изменили... Вот господин Смусор знает, сколько мы заседали на юридической комиссии. Три часа мы не могли тронуться с места. Помните? Помню. Подождите, вас смутило, что они аннулировали собственный конкурс? Или вас смутило то, что сделала потом моя санта? Нас смущает, потому что чем дальше влез, тем сложнее. Объясню, почему. Когда изменили закон, мы говорили, что он противоречит Конституции. И он противоречит Конституции. Но вы же за это проголосовали, значит, вы это приняли на себя. Потому что нас обвиняли в том, что мы блокируем реформу юстиции. Ну, раз уже один раз, вы понимаете. Первый раз проголосовал, можно и второй, и третий. И для того, мы сказали тогда, хорошо, мы поддержим, если дело состоит в подозрениях, что мы что-то блокируем. Не кондиционный он или нет, это скажет кондиционный суд. Там ожидается в декабре решение Венецианской комиссии. Господин Сустрин, я в первую очередь юрист, член юстиции экономической. Из-за того, что я поднимаю руки, за все отвечаю. Давайте я вам сейчас немножко помогу, господин Новак. Просто господин Дедон сейчас дает уже интервью, и вот уже там цитаты дают, что смутило. Я могу только один раз отклонить кандидатуру, а второй раз я обязан. Она предложит двух своих людей и скажет, что президент не подпишет, но то он нарушит Конституцию. То есть, по сути дела, смутило то, что Игорь Николаевич переживал, что Майя Санту предложит двух своих людей. Мы это обсуждали. Мы говорим об этом. Это очень важный вопрос. Мы обсуждали с ним этот вопрос. Госпожа Бураковская, мы говорим о механизме. Вы уже слишком далеко пошли. Мы говорим изначально. Это вы выдвинули в области недоверия. Вы очень правильно. Почему мы выдвинули? Потому что на сегодняшний день нельзя обойти закон, потому что нам так нравится. Так поступал только Плохотнюк. Подождите. Не нравится, что... Еще раз. Фамилию Плохотнюк сегодня и вы использовали. И вы, господин Слуцарь, я так думаю, что Влад Георгиевич, не знаю, где он находится, и кается сегодня очень сильно. Им уже пугает сегодня электорат. Мне это напоминает, знаете, поддержку электората в тонусе на случай досрочных выборов. Но я думаю, что ни вы, ни вы к досрочным выборам сегодня не стремитесь. Мы не хотим досрочным выбором. Мы точно не хотим. Поэтому давайте вернемся к тому, из-за чего начался сыр-бор. Я хочу понять суть. Вас смутила больше форма, что это было принято в правительстве, или то, те изменения, которые были внесены, и в какую ситуацию ставят в этот момент президента? Первый момент. Кригория может быть форма. Додона содержания. Секундочку. Изменение противоречит Конституции. Мы, когда взяли на себя обязательства, какие-то обязательства в этой стране с нашими коллегами, мы сказали, что мы должны реформировать юстицию, но никак не подчинять ее. А прокуратура – это часть юстиции. А как вы видели реформирование юстиции, учитывая, что мы пять месяцев наблюдаем жесточайшее сопротивление прокуратуры? Даже вот приведенные туда исполняющие обязанности, кстати, вы тоже ввели в этот закон новшество, которого не было, которого назначили исполняющие обязанности генерального прокурора, даже он еще не может показать какого-то более-менее адекватного результата, потому что он изнутри чувствует сопротивление системы. Каким образом вы собираетесь ломать систему в рамках закона, работающего на эту систему? На сегодняшний день, если господин прокурор, если закон о прокуратуре, который предусматривает в том числе и определенные действия, которые в РИО имеют такие же полномочия, как полноценный генеральный прокурор, понимаете? Он вправе внутри действовать таким образом, каким он считает нужным, для того, чтобы достичь определенной цели, для того, чтобы очистить систему, для того, чтобы дать по рукам коррумпированным прокурорам, для того, чтобы вообще вычислить всех прокуроров, в которых где-то замешаны или где держат в каких-то сейфах определенные сфабрикованные дела или еще чего-то, образно говоря. Ну, тут комплекс дел. Это молдавская традиция, и не первый. У него есть все карты в руки. Согласись, что одно дело, когда у человека 7-летний мандат, и другое дело, когда он пришел на несколько месяцев. Он по-разному относится к этим вещам. Тем более, что он знает, что он не участвует в этом, он не будет генеральным прокурором. Понятно, что даже самый хороший прокурор, имея мандат неизбестно сколько, 2 или 3 месяца, мы не можем от него требовать. Хотя я, например, лично вам скажу, я по сравнению с Харонжином, с Попой, этот исполняющий обязанности прокурора, и Григорий согласится со мной, этот исполняющий обязанности прокурора работает. Да нет к нему сейчас вопросов. Я хочу понять. По сравнению с тем, кто тут вообще ничего не делал. Я честно вам скажу, Григорий, я пытаюсь от вас услышать ответ, но я так и не понимаю. У вас больше смутила форма или содержание? Изменения внесенные? Или то, что Майя Санду практически волюнтаристским движением сказала, мы берем на себя политическую ответственность в правительстве и меняем вот это, и выходим с такой инициативой? Секундочку. Этот закон, который вот в нынешней форме, да? Да. Он в том числе был проголосован, даже не при поддержке, как правильно выразиться, настоял Совет Европы, чтобы мы изменили вот именно в этой форме, в котором он есть на сегодняшний день. Объясню почему. Почему? До 2016 года генеральный прокурор избирался парламентом по предложению спикера парламента. Я помню. Для того, чтобы исключить политику из прокуратуры, да, отойти, вот был внесен этот механизм. Он участвовал в разработке этого нового закона, который был принят в 2016 году. Для того, чтобы назначить Харунжина, Игоря Николаевича задержали инаугурацию. Мы помним всю эту систему. Игорь Николаевич тогда стал внушением. А самый главный аргумент, который был, вы знаете, какой был? Самый главный аргумент был для того, чтобы исключить политику из прокуратуры и, скажем так, влияние политиков на генерального прокурора. Вот был создан этот механизм, как Высший совет прокуроров. Королевство в королевстве, если я правильно понимаю. Государство в государстве. Объясню. Если мы говорим о судебных инстанциях, то есть Высший совет магистратуры. Это орган автоадминистративной... Окей, хорошо. Мы опять уходим... Давайте мы... По сути, вы по форме говорите. Давайте по содержанию. Что произошло, почему мы дошли до вотума недоверия? Если ответить конкретно на Ваш вопрос, форма или содержание, то и то, и другое. Объясню почему. Потому что в первую очередь мы взяли обязательства легальным путем, нормальным путем сделать эту реформу. И второй момент. Мы не подписывались на политизацию прокуратуры. А на политизацию Крестного суда? То есть вытащить... Я помню даже программы предвыборные, где было написано деполитизация ЦИК, КСТР и все прочее. Но в ЦИК, насколько я помню, не меняли законы, а просто делегировали представителей политических партий. Там по закону такая проделена. Да. Другие законы меняли, господин Сусер. Тут пошли путем наименьшего. Я, например, я с самого начала и я сейчас. И не боюсь сказать. Если мы пришли как парламент, мы должны брать на себя ответственность. Нравится это кому-то, не нравится. В условиях захваченного государства. И жизнь показала не существует. Хорошо. Теперь возвращаемся к сегодняшнему дню. У нас был очень интересный диалог с господином Додоном сегодня. Я возвращаюсь к вопросу. По форме, кстати, вообще не было вопросов. Он нас не говорили по форме. Мы говорили по содержанию. Две проблемы, которые вы очень глубоко и правильно подняли. Это вопрос якобы политизации и вопрос, что он обязан что-то сделать. Вопрос политизации. Я спросил, Игорь Николаевич, скажите, вы как президент и то формальный, то неформальный лидер партии социалистов подписываете генерального прокурора. Подписываете всех судей. Вы не считаете, что это политизация? Потому что в законе так. Но это же политизация по сути. А вот если вам это будет предлагать премьер-министр Майя Санду, неважно, если Майя Санду или кто-то другой, это уже политизация. При том, что вы контролируете это правительство. Оно миноритарное. Вы в любой момент, если вдруг видите какую-то политизацию, что есть какая-то связь между прокурором и правительством, вы это правительство сметаете. То есть где здесь? Нету здесь политизации. Это первый вопрос. Я не получил ответа. И второй вопрос, Игорь Николаевич. Ну давайте так. Вы один раз отклоните. И если вам не понравится этот прокурор, ну вот на сегодняшний день такая ситуация блока же создалась. Вряд ли Конституционный суд в контексте того, что Венецианская комиссия написала, вряд ли Конституционный суд еще раз попробует его на пять минут отставить в угол, где он покорно стоял три года. Там все безопасно. Зинаида Петровна, спикер парламент. Если какой-то прокурор покажется нехорошим, всегда можно сделать блокаж, пока мы не найдем какой-то консенсус. В чем проблема? Каким образом? Нет, ну я первый раз отклонил, второй раз мне этот прокурор не нравится. Я, да, закон меня обязывает, но я не буду, потому что у меня есть какие-то аргументы. И ничего с ним нельзя сделать. То есть вы толкаете президента на то, чтобы он нарушил закон. Я не толкаю, во что он не нарушал закон, а что не было случаев, когда он не промульгировал какие-то законы. Он не нарушал закон? Он нарушал закон. Но он тогда говорил, что это важно. Если для нации это будет важно, и он сможет аргументировать, что его толкают на какую-то политизацию. Но вы уже с другой стороны, ага, президент не хочет нормального прокурора, потому что этот нормальный прокурор. Но парадокс в том, что высший совет прокуроров, если высшему совету прокуроров Майя Санду предложит одного кандидата по фамилии Санду и второго кандидата по фамилии Настасья, образно говоря, то высший совет прокуроров должен, то есть обязан выбрать из этих. Тогда Игорь Николаевич выйдет к нации и скажет, что я никогда не подпишу. Григорий, я подталкиваю тебя и Игоря Николаевича к тому, что баланс будет соблюден. Потому что нету никаких рычагов давления, если Игорь Николаевич по каким-то причинам аргументированным скажет, что вот этот человек, меня заставляет это правительство сделать прокурора, а он такой-то, 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 я не подпишу. Делайте со мной, что хотите, и никто с ним ничего делать не сможет. Всегда будет эта возможность контролировать один другого. Вы же с самого начала, когда мы только создавали коллекцию, сказали, мы должны выработать механизм, когда мы будем контролировать один другого. Представьте себе, что не дай бог, завтра Плохотнюк становится премьер-министром, и у него такой рычаг, назначить генерального прокурора, без того, чтобы спросить кого-то. У нас мандат прокурора будет на 7 лет. Снять прокурора достаточно сложно. Как сложно? В законе же написано. Если бы вы не предложили этот механизм по поводу оценки прокурора, вообще бы ничего не было. Это было предложение господина Фадея Нагачевского. Но даже этот механизм, чтобы снять прокурора с 7-летним мандатом, достаточно сложно. Не сложно? Нет. Там уже написано, что премьер-министр создает какой-то комиссии. А можно еще раз оценка прокуроров кем? Нет, там есть. А, вот это дополнение, которое внесли. Нет, это зеркальное. Предложил Фадея Нагачевский. Сказал, раз его предлагают по такой схеме, мы должны иметь возможность и отзыва прокурора. Это во всех странах так. И мы этот момент оставили там. Я думаю, что если бы мы сегодня договорились о законе, если бы социалисты пошли на это, это могло бы быть предметом обсуждения. Это могло бы быть предметом обсуждения. Для нас было бы важно, чтобы преодолеть вот этот блокад и чтобы убрать, перейти через этот конкурс. У меня вопрос к господину Слуцарю, если разрешите. Ваше предложение было, не наше. Нет, так это юридическая практика. Не может назначить Слуцаря, это снять Бураковский. Ну тогда в чем тогда? А жаль. А почему с ним было? Объясню, почему. Это когда коллегиальный орган и когда это один человек, это разные вещи. Вот в чем разница. Но вопрос мой такой. Я вчера задал одному из ваших коллег и не смогли ответить. А кто займется отбором? Понятно, что у премьер-министров. Я точно могу утверждать, что у премьер-министра нет таких знаний. Правильно, объективно выявить все качества хорошего кандидата в генеральный прокурор. Кто займется этим? Если бы мы сегодня пришли к формуле закона, мы бы могли бы там консультативную комиссию профессионалов, которыми она бы проконсультировалась бы, но последнее решение осталось... Опять комиссию? Консультативную, но не конкурсы уже. Конкурсы закончились. Я как вариант говорю. Мы бы нашли этот механизм, если бы у вас было желание. Но у вас не было желания. Комиссия опять предложила, Майя Санду не понравился, и оно легало. Это было бы нормально. Это был бы не конкурс, а это было бы политическое ответственность. Мы должны научиться брать на себя ответственность. Господин Слуцарев. Мы бы редко брали на себя ответственность, но когда брали, достаточно удачно. А вот когда шли конкурсами, все было так заканчивалось. Давайте в политической карьере госпожи Санду уже был один случай, когда взяли на себя политическую ответственность. Она была на себя политическую ответственность? Она была в правительстве. В каком правительстве? В какую ответственность взяли? Юрия Лянкин. Была? Она не была на том заседании правительства, когда брали на себя ответственность. Она была в провыборной кампании. Зачем вы говорите неправду? Как? Тогда, не тут проверьте у вашего коллеги Головы Тюка. Голuen Тюка проверьте. Мы же видели эту синограмму постановления. Когда по поводу миллиарда брали ответственность? Когда брали на себя по поводу ответственности, ее не было на заседании правительства, она была в предвыборной кампании. Она голосовала за вторую гарантию, когда было правительство Гамбурыча без ответственности, другое было. А когда правительство Лянки брало на себя ответственность, Майя Санту не было. Зачем в два раза? Нет. Ответственности не было. Мы говорим о том, что происходило сегодня в парламенте, какие перспективы развития этой ситуации. Мы с вами так в рекламной пазе шутили-шутили. Скажите, а есть реально, что вы не будете поддерживать в понедельник свою же эту мансионию или нет? Есть. Это в том случае, если до понедельника госпожа Санду пойдет на уступки по тем вопросам, которые вас беспокоят? В том числе. У нас есть несколько сценариев, которые могут быть. Мы все-таки сторонники того, чтобы здравый смысл, закон, мудрость и интересы государства были превыше всего, а не какие-то персональные политические амбиции. И все-таки надеемся, что... О чьих политических амбициях вы сейчас говорите? Блок ОКОМ вы считаете, что это политические амбиции? Не наши же. Мы же не выходили. У вас их нет. Я же говорил в начале передачи, на сегодняшний день у Майи Санду и вообще у Блока ОКОМ нет никаких аргументов сказать, что мы что-то не поддержали. Надо было проголосовать за какой-то закон, мы это сделали. Надо было иммунитет снять кому-то, мы это сделали. Надо было помочь что-то там советом, мы это сделали. А вы что, мы не хотели иммунитет снять? Нет, я же говорю, мы же все сделали. То есть нормальные, хорошие рабочие отношения. Скажите, а почему тогда сегодня, когда была одна из рабочих версий, по крайней мере СМИ получила эту информацию, что регистрируют этот законопроект в парламенте и принимают сразу в двух чтениях, почему тогда партия социалистов не пошла на этот вариант? Это то же самое антикоституционно. Это тот же самый вариант, только в профиль. Что конкретно антикоституционно? То есть суть, а вы в каком-то письменном виде или как-то по другому блоку сообщили, какие пункты вас не устраивают в этом законе? И вот у вас была встреча с госпожой Санду, фракция встречалась с премьер-министром. Вы же задавали вопросы, она вам на эти вопросы отвечала. Вы сказали, вот этот, этот и этот пункт точно нас не устраивает, и мы бы хотели, чтобы это выглядело иначе. Лиля, этот закон полностью плохой, то есть тут нельзя... Как полностью, если вот госпожа министра юстиции Олеся Стамати говорит, что было изменено от того, тех изменений, которые делал парламент недавно, буквально пару месяцев назад, закон о прокуратуре, всего лишь пару пунктов поменялись и все. Не напоминайте мне, госпожа Стамати, потому что некомпетентность, извините за выражение, там зашкаливает. Знаете почему? Драфт закона по реформе юстиции был отправлен в Венецианскую комиссию, и Венецианская комиссия просто порвала их как газету. Знаете почему? Потому что там просто катастрофа, что они сделали. Это не мы говорим, это Венецианская комиссия. До этого написала еще аналитику многих решений, принятых в Республике Молдовы за последние годы, и в том числе относительно, если я сейчас ошибаюсь, вы меня поправите, изменение Конституции от 4 марта 2016 года, которое тоже очень странно, или нет, или я не права сейчас? То есть вы спрашиваете, изменение закона, если было... Да, насколько Конституционный суд вообще был уполномочен, и насколько это было нормально, менять Конституцию таким образом, чтобы потом избирать президента прямым голосованием. Вы не путаете наш Конституционный суд с Венецианской комиссией? Нет, я вам говорю о том, что Венецианская комиссия не единственное заключение, которое давало, как по нашему закону о прокуратуре. Она давала и другие заключения, и периодически в нашей стране была такая фраза, звучала, как это наше суверенное право. Когда микс... Секундочку. Я помню слова Джани Бутикио, который сказал, что Венецианская комиссия должна давать исключительно юридические рекомендации, но ни в коем случае не политические. Вот, мы подходим к тому, о чем мы с вами говорили. Есть целесообразность, к примеру, менять систему избрания, или каким путем. Это политические соображения и политические рекомендации. Юридические, они носят совершенно другой характер, это по форме, как оно должно быть. Вот, и мы с вами подошли к тому, что решение Венецианская комиссия носит все-таки, точнее рекомендации Венецианской комиссии, они потому и называются рекомендации, что мы их рассматриваем. Они не могут обязать никак. Вот, об этом и речь. Теперь подходим обратно к закону о прокуратуре. Вы считаете, что там есть какие-то изменения Венецианской комиссии, я тоже считаю, что они какие-то вот не такие. А Блококом считает, что они самые правильные, исходя из сегодняшнего конкретно положения в стране, в том числе и принятые, проголосованные в том числе и партии социалистов, насколько я помню, декларации о схваченном государстве. Эта декларация несет какие-то политические дальнейшие, или не должна нести последствия? Несет, мы же не должны вот действовать такими же методами, которыми действовал Плохотню, правильно? Он законы менял. Что значит законы? Он периодически обходил и законы, когда ему надо было... Ого, столько законов за это время поменяли, ого-го. Он подстроил законодательство под себя. Да, вот где-то подстроил, а где нельзя было изменить, то есть он периодически закрывал глаза. Но суть не в этом. Дело даже не в Майя Санду. Я уже задал вопрос, а что будет, если завтра будет какой-то неуравновешенный премьер-министр, образно говоря? Представь себе, что у него в руках такие рычаги и такие полномочия. Нельзя этого делать. Не важно, кто будет завтра премьер-министром. Нельзя этого делать. Мы должны уходить от политики в прокуратуре полностью. И Совет Европы в 2016 году, когда настоял на этом, правильно сделал, потому что это международная практика. Это не прихоть Совета Европы или социализма. Президент назначает прокурора. Это уже не политика, Григорий. Это уже не политика. Не назначает президент. Президент просто подписывает. Нет, не просто он подписывает. Хорошо, я понимаю, что по этому пункту вы не договоритесь. Хорошо, но если он его не хочет, он не подпишет. Блок ОКУМ считает, что это личное нежелание Игоря Дадона, естественно, поддержанной партией социалистов, которые его поддерживают, что будет независимый прокурор. А вы считаете, что правительство не способно таким образом выдавать независимого прокурора и, в принципе, нарушает закон. И тут вы не сойдетесь. То есть до понедельника, я так понимаю, что ваша точка зрения не изменится. Или будут идти на эти выходные еще переговоры и, возможно, запланированы какие-то встречи, переговоры на эти выходные? Я ничего про них не слышал. Я тоже не слышал. Но я просто увидела последние... Просто касается переговоров, мы всегда открыты, если будут... Ради бога, мы открыты. Если будут желания, то есть... Мы сегодня предложили этот компромисс. Мы где-то поняли, что есть... Ну, вы называете компромиссом, если тот же самый закон будет проголосован в парламенте. Ну, мы можем там, вот вы видите, мы кое-какие... Те же яйца только в профиле. Какие-то нюансы здесь есть, которые вот про комиссию, про Ревакаря, про его отзыв. Какие-то нюансы можно обсудить. Я не говорю, что уж прямо 100% он должен быть принят. Но суть должна остаться та же. Хорошо, Игорь... Секундочку, у меня есть вопрос к вам. А почему премьер-министр должен на себя взять ответственность? Вот скажите просто вопрос такой. Ну, потому что в этой сейчас политической ситуации, после того, сколько у нас было конкурсов, и у нас есть подозрение, что, к сожалению, не вся партия социалистов, но партия социалистов проводит вот эту вот странную политику. И я сегодня опять же сказал Игору Николаевичу, Игорь Николаевичу, я не хочу обсуждать много, что делают люди-кавкаляка в Министерстве обороны. Я не хочу обсуждать много, как у нас чуть не появилось два часа мэ. До сих пор был кавкалюк в Министерстве обороны, уже люди его. Люди его, я могу дать фамилии. Я не хочу обсуждать, почему у нас два часа мэ. Я не могу обсуждать, почему там эти странные движения вокруг судейского корпуса ведутся. Но если это все званистика, у нас есть лакмусовая бумажка, Игорь Николаевич. Если вы не хотите быть плохотником номер два, давайте проведем это решение. У меня тоже есть вопросы. К примеру, вы говорите о кавкалюке. А что делают люди-кавкалюка в качестве комиссара Кагул, который назначил Андрей Настасович? Если есть данные, давайте будем говорить, если это человек-кавкалюка. У меня четыре человека есть у ближайшего окружения. И все знают, что Кавкалюк в очень хороших отношениях с министром обороны. Вот мы можем договориться в понедельник. Я вам покажу определенный документ. Покажите. Человека, который 7-8 числа, будучи на должности комиссара, только не в Кагуле, а в другом районе, организовал людей для того, чтобы блокировать Министерство внутренних дел. И часть людей стояла у телерадио Молдова. Покажите мне. Я об этом говорил троим вашим коллегам. Вы сегодня даже в парламенте на трибунах наговорили друг другу достаточно. Сегодня почти ничего не было в парламенте. Нет, вы выходили на брифинги, вспоминали и Филата, и Плохотнюка, и кто на кого стал похож, и кто хочет кем стать номер два. И что Игорь Дайдон хочет стать Плохотнюк номер два. И что Майя Санду похожа на симбиоз Плохотнюка и Филата. Я сегодня вообще слушал господина Слуцаря, когда он интервью давал мне, я в шоке, это Слуцарь или его подменили, потому что он на самом деле не такой. Ну на камеру же надо говорить. Послушайте, давайте не будем рассказывать, вы не на камеру все не такие. Господин Слуцарев так начал. Вот, социалисты хотят захватить прокуратуру. Это мы хотим сказать прокуратуру. Я никогда не сказал, что социалисты хотят захватить прокуратуру. Я вообще. Я смотрел. Майя Санду вообще ляпнул, что государство захотит. Григорий, я всегда отделял социалистов, большую часть социалистов, по крайней мере, от Игоря Николаевича Дайдона. Я просто смотрел эти заявления. Все знают мою позицию. Спросите кого угодно. Меня интересует другое. Вот это заявление... Григорий, я вас прошу, у нас не так много времени, вы это можете еще обсуждать. Я уверена, что вы будете это обсуждать еще на выходные, до понедельника, вам нужно будет прийти к какому-то решению. Потому что, если все-таки вы вместе с демократами проголосуете, потому что, а кто еще же вам голоса нужно набирать за... Может, и платформа, давай еще проголосовать. Да, я прямо вижу. Они обеими фракциями побежали. Фраза Игоря Дадона, обращение к блоку ОКОМ, что еще не поздно, еще у нас до понедельника есть время. Отзовите свой закон, а мы отзовем свое мотивание для чензуры. То есть, это такой ультиматум. И это реально. Это ультиматум. Я поняла. Таким образом, вы должны... Это реально, и мы возвращаемся к... Садимся за стол переговоров и начинаем реформу. Таким образом, мы готовы помочь. А вы уверены, что после этого с вами представители блока ОКОМ сядут за стол переговоров, и наша песня хороша, начинай сначала. А это люди хотят, не мы. Нравится мне слусарь, не нравится, я должен сесть и поговорить с ним. Ну, слушай, блока ОКОМ рассматривает вообще такой вариант, что в случае, если пройдет, вот у меня доверие правительству, вы опять садитесь социалистами за стол переговоров и начинаете с ними переговоры по новой коалиции. Мы обсуждали вообще еще эту тему, но мне кажется, это будет очень-очень трудно сделать. Ну, а как? Опять же, мы возвращаемся к... Ну, давайте теоретически. Так, вот вы это вот, во-первых, уже это вот, вы нас отправили в отставку. То есть, все, уже это очень больше, чем недружественный факт. И мы возвращаемся к тому же. Хорошо, если там даже предположить теоретически, что мы можем вернуться к этому. Все равно же мы упремся в этот пункт, от этого пункта-то мы не откажемся. И куда дальше? Им дальше уже путь или к досрочным выборам, или к демократам. А чего они не провели еще один конкурс? К примеру. Да мы уже их сколько было. Вы же сами вышли и сказали. Красоты? Ну, может, хотя бы красоты вышел бы там. Григорий, вы же сами сказали, перечислили вчера, сколько конкурсов у Ауишуат. Сколько конкурсов у нас. И на таможне, на это вот. В этой комизилке палкивали ваши люди. Люди, люди, но система не предусматривается. Вот когда мы стали оценивать... Они все, там были и ваши люди, я вам напоминаю. Лиля. Там же был кандидат, один человек представителя парламента. Но самое главное, в момент пока нет механизма, вот нужно это вот, интегритател. Как интегритател? Вышел Бацан, говорит, ну, нам сказали так, пока невиновность его не доказана. Вот так же был и Конституционный суд. Ишана, ну, он прекрасный специалист. То, что он не давал нам к Петику пройти в тюрьму и издевался над нами. И то, что он сидел и был замминистра, когда у нас реформировала юстиция, якобы, 60 миллионов ушло. И вот по критериям закона, вот этого Плохотнюка, это нельзя взять. Надо баллы ставить за мусшее образование, за это вот. Поэтому здесь и нужна ответственность. А вам не кажется, что вы тогда на старте не договорились? Что либо вы приняли эту декларацию и по ней дальше работаете, и меняете все законодательство. Мы это предлагаем. Вы просто посетите. Или если вы... Не нашли, что мы сразу это не поняли. Вы знаете, в чем фишка? Ведь в том числе представители блока ОКОМ, и мы делегировали там одного человека, были в Албании. В Тиране хотели принять опыт Албании. Как они, по какому пути они пошли. Были они, послушали албанцев. Действительно хороший, нормальный, скажем так, пример. Только албанцы сказали, мы понимаем вас, что вы хотите сделать, только как вы хотите за две недели сделать, или за две с половиной недели, не получится. Нам понадобилось два с половиной года, мы поменяли кучу законов, в том числе и конституцию, для того, чтобы добиться хорошей, нормальной юстиции, и чтобы оно работало. Вот у меня в руках... Если вы думаете, что у вас получится за две недели, вы глубоко ошибаетесь. Ну так а мы, а что же, говорят, мы за пять месяцев никуда не длинулись. Вот это политический договор, который вы подписали. Вы же его, когда подписывали, вы сроки не указали. Вы были, говорите, о Албании, не вы лично, а ваши представители, ваши представители были в Албании. Вы же видели, да, сколько времени ушло у албанцев на то, чтобы изменить всю эту систему. И не только албанцы, в Европе и другие меняли, и по прокуратуре, судебную реформу проводили, и до сих пор не закончили. До сих пор еще бьются, бьются и бьются. Так вот, когда вы подписывали вот этот договор, в чем был его смысл? Указать направление, по которым вы будете двигаться? Или все-таки, это был второй договор, я напомню. Или все-таки четко расписать и приложить к нему план, что мы планируем в такой-то срок сделать вот это, вот это и вот это. Чтобы не рвать бумажку на одном измении. В первую очередь, это приоритеты, и в том числе указывается, каким образом. Приоритеты, то есть, ну, в ближайшее будущее, скажем так. Вы настаивали на этом договоре до местных выборов. Я понимаю, что для вас он имел и политическое значение, я прекрасно понимаю это. Но для жителей этой страны, насколько я понимаю, наибольшее значение имело увидеть наконец-то расписанное, может быть там, ну, напишите честно, нам нужно 8 лет, потому что быстрее не получится. Но мы хотя бы будем понимать, что вот это произойдет через 8 лет, а не кричать каждую неделю. У нас даже с 4 лет нет, все запущено. Если менять законы качественно за 2 недели, конституция одна, для того, чтобы поменять одну статью конституции, образно говоря, или добавить, да, это занимает в лучшем случае, то есть это полгода. Мы не говорили про 2 недели. Потому что он регистрирует... Закон об оценке судей и прокурора. Понятно, что если мы его в декабре проголосуем, эта оценка будет длиться... Я к этому ввел и разговор. Потому что в прошлую пятницу, когда я был в Министерстве юстиции, когда там госпожа Стамати устроила между собой чек там по новому закону о реформе юстиции, который был один раз уже в Венецианской комиссии, получили пару подзатыльников, они вернули обратно, что так нельзя делать под столом. В декабре будет еще один алис. Я тогда, знаете, что сказал? Вы можете спросить кого угодно. Я тогда сказал, почему вы это делаете скрытно от всех? От парламентских фракций, в том числе те, которые большинство... Ну, видите, я же не Олеся Стамати. Я там не был. Вы говорите, я не могу же это сказать. Она подтвердит это. Вы не знаете, что вы конкретно делаете. Я задал вопрос, почему не приглашать вне парламентской партии? У меня тогда вопрос к тому, что касается... Недавно и вы, и ПАС были не парламентскими фракциями. Григорий, я вас прошу... Это справедливо. Господин Солосов, вам было предложено, чтобы этот закон сегодня зарегистрировать в течение 30 дней, чтобы в парламенте его обсудили, в том числе и на совете коалиции обсудили еще раз положение тех, кого не устраивает, и в течение 30 дней принять решение по этому закону. Почему вы не пошли на встречу на вот эти вот 30 дней? Это же был один из вариантов, насколько я понимаю. Мы вначале с вами обсуждали вопрос разницы в мандате прокурора и временно исполняющего обязанности. Я еще раз говорю, я в среднем, в среднем, я доволен работой этого исполняющего обязанности. Но, ну вы поймите, несколько месяцев он как исполняющий обязанности. Если мы его еще оставим, еще затянем на месяц, на полтора, на два месяца, я не знаю на сколько, вы сами очень правильно сказали, идет жесткое сопротивление и на уровне судебной системы, и на уровне прокуратуры. Понятно, что человек со временным мандатом, он работает так, как он работает. Вы считаете, что 30 дней что-то изменили, вы учитываете? Каждый день сейчас важен. Вы же поймите, вы же вспомните про ожидания людей. Мы потеряли 5 месяцев уже, 4 с чем-то месяца мы уже потеряли. Идет ожидание людей. Я лично уже столько видел в этом досаре миллиарда, вот эта комиссия, где мы очень хорошо плечом к плечу работали с двумя представителями партии социалистов. И единогласно проголосовали за этот отчет. Я видел, сколько людей там должно сидеть в тюрьме. И все материалы переданы в прокуратуру. Но я вижу, что временно исполняющие обязанности, у него есть вот это вот, а буду я завтра, а где я буду, а сколько я буду. У человека нет мандата на 7 лет, зная, что мало шансов, что его кто-то тронет. Он независимый, честный, профессиональный человек. Все-таки очень трудно проводить реформы с временным, исполняющим обязанности, и с человеком, который имеет уже мандат. Поэтому мы столько времени потеряли. Если бы мы были сейчас в июне или в июле, можно было бы подождать месяц. Но мы сейчас уже в ноябре. Люди ждут. Я поняла, вы не откажетесь от своей инициативы, вы не пойдете на встречу с этой инициативой. Хорошо, вы распускаете правительство. Дальше что, господин Новак, обсуждалось ли в СРМ дальнейшие действия, что вы будете делать? Это срочные выборы или коалиция с теми депутатами, которые есть? Нет, мы сразу же предложим блоку АКУМ начать с нуля. Может быть, в другой формуле. Вы возвращаетесь к идее той, которая периодически звучала в последние два месяца, что вам нужны тоже министерские кресла? То есть и распиление, и правительство? Правильно. Может быть, и министерские кресла, может быть, поменять определенных, скажем так, определенных министров, которые вообще не справляются. То есть зачем мы должны их терпеть? Оборонам? Может быть, и обороны, если не справляются. Почему бы и нет? Если не справляются. Но, по-моему, очень хорошо даже справляются. Ну, еще бы. Люди Кавкалюка, как у себя дома там. В общем, у вас одни и те же претензии. Люди Кавкалюка еще и в Министерстве внутренних дел. Дайте мне имена, и я этим займусь. Их там 90%. Оскорбленный таким отношением говорит, что мы с вами в коалицию больше не пойдем. Потому что для нас в коалиции важна реформа юстиции, а вы не понимаете нас именно в этой части. Мы видим ее вот таким образом. А вы на это не согласны. Дальше что? Идем на досрочные выборы? Или вы ищете себе других союзников? Или, как в СМИ уже озвучивалась в ряде СМИ информация о том, что, возможно, расколба фракции демократической партии, и создание опять группы независимых депутатов, и избирание правительства уже вашего? Лилия, в СМИ пишут всякое. Там пишут 50 сценариев разных. Поэтому я вам открыто в студии задаю этот вопрос. А какой сценарий обсуждает партия социалистов? Партия социалистов обсуждает один сценарий. Если правительство Санду уйдет в отставку, мы садимся за стол переговором с блоком АКУМ. Другого обсуждения у нас не было и не обсуждали до этой минуты. А как же шахматы в шахматах думать на три шага вперед, насколько я помню? Третий шаг должен быть... Так у них в шахматы только президент играет. Так и Игорь Николаевич понимает, что характер госпожи Санду... Вы хотите, чтобы мы открыли прямо все сценарии? Нет, я хочу, чтобы вы мне открыли, есть ли у вас видение, кроме досрочных выборов на будущее. Мы не обсуждали вообще вероятность досрочных. Это один из вариантов. Просто я знаю, что госпожа Санду заявляла, что она готова пойти на досрочные выборы. Госпожа Санду, конечно, готова. Готовы ли ее партнеры? Господин Слусар, есть сомнения в людях, входящих в ваш блок ОКОМП, в частности депутатов, которые... Во-первых, госпожа Санду говорила о досрочных выборах в контексте, что если это цена за реформу юстиции и нет другого выхода, мы согласны пойти на любой вариант. И я думаю, что это будет солидарная позиция всех депутатов. Мы прекрасно понимаем после двух превыборных кампаний в один год, что такое досрочные выборы. И не мы их желаем, мы желаем реформы. Мы желаем реформы юстиции. Не мы внесли вотум недоверия, не мы будем голосовать с демократами за этот вотум недоверия, не нам и отвечать за досрочные выборы. Ну конечно. А кто спровоцировал этот кризис? Подождите. Мы вам предложили решение. Какое решение? Решение по реформе юстиции. Мы обещали, и вы, и мы обещали избираться на реформу юстиции. Без реформы юстиции не будет ничего. Либо выстрел в затылок, либо выстрел в висок. Ну если для вашего президента реформа юстиции это выстрел в затылок, что я могу делать? Это выстрел в затылок прокуратуре и юстиции. Да нет, это вашему президенту. Это не вашему президенту. Это есть такой персонаж, который чуть-чуть был, вот в течение полугода был чуть-чуть депутатом, потом был чуть-чуть министром, потом был чуть-чуть примаром, потом чуть-чуть был кандидатом в примары. И вот сейчас хочет хотя бы чуть-чуть еще быть... Вы еще от местных выборов не отошли. Каким прокурором? Генеральным. Вы намекаете? Обсуждалось кандидатурно? Обсуждалось. Давайте, я сегодня сказал на брифинге, потому что встреча с партией социалистов была не публичная. Я сказал на пресс-конференции, повторю здесь, чтобы мы исключили всякие спекуляции. Андрей, Анастасий, ни при каких вариантах не будет предложена должность генерального прокурора. Точка. В крайнем случае Степа Глигор. Вот они начинают уже, они там думают, кто будет стрелять в затылок? А что у вас за неприязнь такая, господина Глигорова? Кто будет стрелять в затылок? Не то, что неприязнь. Человек не прошел конкурс. Насколько мне известно, он набрал столько же баллов, сколько один из кандидатов, который при равенстве баллов был допущен к следующему этапу, а Глигора не допустили при таком же количестве баллов. Что для меня лично было очень интересно. Я вам скажу, что один из тех, который был против Глигора, в том числе Джеймс Хамилтон. Вы знаете, не только Россию могу мне понять. Мы вообще живем не так, как и наши иностранные так называемые партнеры по развитию выговорила. Очень не люблю эту фразу, но выговорила. Господа, я хочу понять перспективу того, что будет происходить. То, что вы мне говорите, для меня вырисовывает картину, что, как ни странно, но голос демократической партии сейчас может стать либо золотым, либо очередным укусом отравленного на яблоко. Потому что, если демократы голосуют с вами за освобождение Майи Санду, то у блока КУМ будут все основания сказать, что вы готовите новое правительство. А если демократы вдруг не голосуют за вот им недоверие Майи Санду, то тоже возникают вопросы. Потому что Павел Филипп, председатель демократической партии, сказал, что мы еще не приняли решение по этому вопросу, поддержим ли мы, мы рассмотрим и подумаем, поддержим или не поддержим. Так. Да, конечно, поддержим, не за любой кипиш. Я помню, когда мы выносили вот эти, вот сегодня Симплы или Дичезур, когда выносили. Мы же периодически, чтобы как-то повлиять, не всегда правильно поддерживают, но были случаи. Но я думаю, демократы лукавят в первую очередь, и им доверять это... Понятно, вы никто демократам не доверяете. Я понимаю. Ну, четко одно, что если она будет поддержана, она может быть поддержана только социалистами и демократами. Это однозначно. Других вариантов здесь быть не может. Не факт. Шор еще вам может помочь. Шор вам может помочь. Не факт. Там не так много депутатов. Ну, вы знаете, вот тут возникает очень... Почему сейчас... Вы намекаете на возможный раскол внутри Блока Ку? А он уже есть. Но подождите, я сейчас не говорю о двух фракциях. Нет. И не о том господине Циклу, который вышел. Я тоже не об этом. А о чем? Там разные мнения по поводу сложившейся ситуации. А у вас внутри фракции не разные мнения? У нас разные мнения по ряду вопросов есть, и это ни для кого не секрет. Как у вас есть разные мнения? Я вам скажу, там разные мнения. Некоторые депутаты Блока Кума говорят, что они узнали из прессы, что вот случилось это, что взяли на себя обязательства. С ними никто не консультировался, их никто не спрашивал. Просто подставили перед фактом. И таким образом подставили под удар будущее этого большинства и коалиции. Назовайте, как хотите. Коалиция, не коалиция, неважно. И знаете почему? Потому что подставили под удар, и на сегодняшний день есть риск, что два лидера партии, один останется муниципальным советником, а второй никем. Вот что они говорят. И это реально. Реально. Вы знаете, мне кажется, что... Мы четыре года были вообще не имели такой функции. Что при этом Ротхладий Андрей Анастасий с удовольствием возглавит протесты. И там он себя будет чувствовать... Ну, единственное, что у него хорошо получается, вот это, да, согласен. А что это единственное, что хорошо получается? По вашему мнению, как говорится... Не, ну хорошо же получается у человека это дело. Я, давайте мы... Обычно я здесь иронизирую, а тут сегодня вы иронизируете даже больше, чем я. Мы будем заканчивать программу. Учитывая, что блок ОКОМ, господин Сусер, вы сказали, что вы ни при каких обстоятельствах не отказываетесь от своего мнения. И в случае, если все-таки будет вот у меня доверие, вы не видите, каким образом эта коалиция возможна в будущем. Правильно я вас сейчас понимаю? Мне очень трудно сейчас это представить. Очень трудно. Мы не обсуждали еще, чтобы вы понимали, я говорю сейчас только личное свое мнение. У нас не было коллективного обсуждения, но мне очень трудно представить... Конечно, у нас были в истории, когда демократы там сбивали Филата, потом они два месяца тоже садились и говорили, и почти его выбрали, потом Кодиционный суд там сказал, что им нельзя. В общем, там были все свои эти процессы. Но я думаю, что второй раз наступать на такие грабли смысла особого нет. Мне трудно представить, тем более, что есть вот этот вот камень преткновения. Я опять же с трудом представляю, что если мы вдруг сядем за стол переговоров, мы скажем, понятно, что наше первое условие будет голосование этого закона. И тогда мне опять же трудно представить, что социалисты скажут, ну вот мы вас отправили в отставку, не проголосовав этот закон, но ради второго правительства мы его проголосуем. Они будут выглядеть нелепыми. В общем, мы этим ботом недоверия в страну ввергаем в очень-очень-очень тяжелую ситуацию. Смуту. Господин Новак, я так понимаю, вы тоже в случае, если Блококум не отказывается от своего решения по этому закону, вы голосуете в любом случае этому. Мы сегодня две чинзоры, и мы входим в смутные времена, очередные, и тишина, и покои у нас длились пять месяцев. У меня как минимум несколько причин голосовать, если не откажутся. Юридические причины, в том числе причины, которые поддерживаются здравым смыслом, политические, наверное, в последнюю очередь. Я объясню, почему. Потому что я в первую очередь рассуждаю как юрист. Я не могу и не хочу просто топтать Конституцию, я не хочу политизировать своим неголосованием, политизировать прокуратуру. Не хочу этот вопрос стать этой частью. Если кто-то хочет, то я не хочу. Тем более, что на сегодняшний день для нас очень странно, что Майя Санду решила поставить нас перед фактом, не обсуждая с нами этот вопрос, потому что как ни крути, но мы партнеры по коалиции или по большинству, альянсу. Может быть, потому что они знали, что вы будете против этих изменений? Они даже не пытались с нами говорить и найти другие решения. То есть решить эти же вопросы, но только другим путем, законным путем. Мы на это в первую очередь настаиваем. Ведь нам важно в том числе и мнение Совета Европы, потому что это наши внешние партнеры. Мы уже начинаем ходить по кругу. Не забудьте наши внешние партнеры, как заморозили внешний финансирование. В том числе за нарушение таких. Но тогдашний министр финансов и нынешний советник президента Додона сказал, что по сути Молдова может жить и без этого внешнего финансирования. Главное правильно уметь проводить внутреннюю экономическую политику, и тогда будет хватать то, что... Я имею в виду вообще в принципе... Но именно он сейчас и убеждает Игоря Николаевича, что проживем мы без этой, без них. Я буду премьер-министром, я вам покажу. То есть вы утверждаете, что внешний партнер, они одобрили вот это, что вот можно топтать Конституцию и идти как по праву? Чтобы сказать, что мы топчем Конституцию, должен высказаться или Венецианская комиссия, или Конституционный суд. Венецианская комиссия не высказалась по этому закону, и Конституционный суд тоже не высказался. То есть я не могу сказать, это можно сейчас по-любому закону сказать, что мы топчем Конституцию. Господин Слуцарь, вы... Господин Додон теоретически раз в шесть, когда его отстраняли от должности, он нарушил Конституцию, не пробульгировав несколько законов. И ничего, не жужжит. Вы не юрист, правда? Он отказался назначать министров СТУРЗу, по крайней мере, точно тогда. Это был первый раз, когда его отстранили. Несколько раз он. Он тоже топтал Конституцию, но вы сказали, ну ничего. Не топтал. А, тогда он не топтал. На фоне свеженьких созданных коалиций ПСРМ Макум в районах, это вообще очень интересно завязывается ситуация. Ну, будем надеяться, что... Ну, там не везде, далеко не везде созданы коалиции. Как дальше будет, непонятно. Но нужно опять же понимать, там есть своя математика. Ну, что нам, СПД создавать, что ли, коалиции? Там проголосовали, люди так проголосовали, и каждый выбирает для себя свою. Хотя, конечно, то, что происходит, оно, безусловно, заденет и ситуацию в районах. Да, давайте заканчивать программу. Я вижу ситуацию так, что есть два ультиматума. Есть ультиматум президента, есть ультиматум премьера Майя Сандо. За президентом стоит партия социалистов, за премьером Майя Сандо стоит блок ОКУМ. Кто и кого переупрямит, уже непонятно. И во что это выльется в итоге для страны, тоже непонятно. Но блок ОКУМ только таким образом видит возможность изменить юридическую систему в стране. Представители партии социалистов, если я вас правильно поняла, считают, что есть другие пошаговые, более мягкие решения, которые не политизируют при этом кандидатуру прокурора. Хотя, я напомню, что прокурор недавно, который упадал в отставку, Харунжин был избран по новому, очень европейскому закону образца 2016 года. И при этом его обвиняли в выполнении политических заказов. То бишь, получается, тоже был политизирован. Поэтому я уже не знаю, какие законы и как в нашей стране надо принимать для того, чтобы не говорили о политизации прокуратуры, судебной системы и многого другого. Кстати, вот что пишет, к примеру, шестая и седьмая статья Конституции. Седьмая статья Конституции. Конституция – высший закон в стране. Ну, по тексту. Я говорю суть. Шестая статья – разделение и взаимодействие властей. 124-я статья Конституции Республики Молдова. А прокуратура – это что, часть судебной системы? Конечно. Часть системы юстиции. Юстиции. Прокуратура представляет общий интерес у общества и защищает правопорядок, а также право и свободы граждан. А по этой логике, как президент имеет право назначать прокурора, если разделение областей? А президент – он часть какой власти? Парламент – это законодательная власть. А какой власти? Это все-таки ближе к исполнительной. Правительство – это исполнительная. Правительство – это исполнительная. Судебная система. А президент – это он какую роль играет? Нет, так вы утверждаете, что он имеет права. Он над схваткой, я помню. А, понятно. Часть какой ветви? Ну, ближе к исполнительной все-таки. К исполнительной? Ну, да. А может, мы вот это дело дадим президенту, что вы предлагаете? – Какое? – Ну вот, что вы предлагаете. – Не, я про то, что про разделение власти и про политизацию. – Господа, мне кажется, вы там сейчас точно Конституцию в итоге поменяете в понедельник. – Пару секунд, Беляк. То, что это вмешательство одной ветви власти в другую, это очевидно налицо. Потому что эти ветви власти не сотрудничают, но не вмешиваются в работу или в полномочиях друг друга. – Так оно. – Нравится нам это или нет? – Нравится нам это или нет? – В первую неделю парламент под захваченное государство, декларация захваченного государства, что мы не предложили прокурора. – Кстати, вас очень многие обвиняли в том, что вы тогда пошли по мягкому пути. – Да, я знаю это. Это самая большая ошибка, которую мы сделали. – А вот сейчас здесь в студии, скажите мне, это правда, что на вот этом мягком пути настаивали в том числе и ваши иностранные партнеры? – Я не говорю с иностранными партнерами. Я могу сказать, что настаивали, что поддержали представители из других двух фракций. Я не хочу много говорить про это. Но правда, что предложение платформы «Дания» не было поддержано. – Ну вот и сейчас, насколько я читаю комментарии представителей США, ЕС и Российской Федерации, они настаивают на том, чтобы вы все-таки сели на стол переговоров, сохранили коалицию и нашли пути решения этой ситуации. На сегодняшний день, я не знаю, если это возможно, может быть, до понедельника охладятся горячие головы, будет меньше заявлений, не будет упомянутым столько раз бывший председатель демократической партии Влад Плохотнюк. Потому что обычно, вот я в последний раз его вспоминали к выборам, потому что, очевидно, он должен был какие-то голоса добавлять. Сейчас вдруг меня начинают задумываться, они ждут ли у нас выборы, раз опять поминается господин Плохотнюк. Мне кажется, что вы должны все равно договориться в какой-то момент, потому что иначе нас ждут смутные времена. Я вас благодарю за участие в сегодня программе. Не на все вопросы я получила ответ, но очень надеюсь, что вы придете еще раз. И мы узнаем в том числе вопросы, выступаете ли вы с предложениями поменять Конституцию обратно по некоторым вопросам. Потому что часто звучат эти вопросы относительно Конституции, соответствовать, не соответствовать, противоречить, не противоречить. Противоречить, уже узнаем, будут ли такие инициативы. Еще раз благодарю вас, Александр Слуцарь, вице-спикер парламента, председатель фракции блока Комплатформа. И Григорий Новых, депутат парламента от партии социалистов. Программа главная. Вот так сегодня закончился наш день. Все-таки надеюсь, что за выходные немножко успокоятся страсти. В понедельник мы увидим более конструктивную позицию обеих сторон. Всего хорошего. Берегите себя. Счастливо.